Обвинение Государственной Думы в предательстве, рассказы о том, что война России будет проиграна и упоминание Белоусова в негативном контексте. Это все реакция Z-каналов, Z-блогеров и просто солдат на принятой в Госдуме в третьем чтении законопроект о запрете гаджетов на линии фронта, ну то есть у российских солдат. Я вам уже рассказывал несколько дней назад, что это одна из самых животрепещущих тем, но тогда еще это не было принято и Z-каналы себя сдерживали и рассказывали Госдуме, что ребята, это антинародный законопроект, это законопроект против солдат, это законопроект против российской армии, это законопроект, который может привести Россию к поражению, не делайте этого. Но это было принято и в итоге теперь риторика совсем другая, мата много, оскорблений и подозрений в предательстве, шпионаже и чем угодно еще, еще больше, ну а также разочарования в Андрея Белоусова, новом министре обороны Российской Федерации, который совершенно ничего не смог с этим сделать. Да, еще Z-каналы продолжают надеяться на президента, что тот не подпишет законопроект, но судя по накалу страстей, надежд уже не так много, потому что видимо они поняли, что этот законопроект это не какая-то инициатива отдельного депутата, а продуманная система со стороны российской власти для того, чтобы пополнить штурмовые отряды новым пушечным мясом, а также для того, чтобы запретить солдатам жаловаться на то, что происходит на линии фронта, жаловаться на своих начальников, жаловаться на то, что их с ранениями отправляют в бой и так далее. И собственно сегодня обо всем этом поговорим, на самом деле материала слишком много, поэтому у меня поместилось в этот ролик ну четверть, может быть одна пятая, я уж не буду, у меня был выбор, либо сделать этот ролик, как обычно, примерно на полчаса, либо сделать его часа на четыре, но я решил вас пожалеть, вы не должны все это читать и со всем этим знакомиться, тем более, что Z-авторы пишут довольно, честно говоря, плохо, но поверьте, я отобрал самую мякотку и вы, конечно, полностью кайфанете, ну и, конечно, поймете, как на самом деле дела обстоят в российской армии, потому что многие Z-каналы признают, что закон нужен в первую очередь для того, чтобы солдаты просто не имели возможности жаловаться на реальные условия, в которых они находятся. Картополов, депутат Госдумы, выступая в Думе, настоял, что закон на самом деле лишь поможет армии, а против него выступают только любители беспредельщиков. Вот его пламенное выступление. Вы все ссылаетесь на то, что вы беседовали с командирами. Вам сегодня кто-то из командиров сказал, что у него что-то отобрали или у бойца что-то отобрали? Сказал? Не сказал и не скажет. И не скажет. А это отсылочная норма, это действующее законодательство. И мы обязаны его прописать, потому что данный законопроект определяет полномочия именно в условиях специальной военной операции. И вот это вот словоблудие абсолютно не нужно, потому что, коллеги, те, кто поддерживает и голосует за этот закон, те, кто голосует за порядок, за дисциплину, вам командиры в пояс поклонятся за то, что мы его примем. А те, кто не поддерживает и голосует против, они голосуют за пьяниц, за нарушителей, за самовольщиков, за профи-предельщиков. Голосуйте дальше! Но почти все зет-блогеры и военкоры радикально с Картополовым не согласились и считают, что цель у законопроекта совсем другая. Например, известный зет-канал «Филолог в засаде» полагает, что задача в том, чтобы не допустить появления видеозаписей и фотографий с фронта, которые дискредитируют российскую армию и показывают разницу между выдуманным миром депутатов и реальностью. Он пишет следующее. Национальными средствами поражения, которые мы с такими подходами тупо не вывезем, существует только в горячечном пропагандистском бреду, в котором можно не отвечать за грозно произнесенные заклинания. С другой же стороны, за этой изумительной инициативой можно усмотреть вполне себе трезвый и циничный расчет на целенаправленное сокращение потока дискредитирующих видеозаписей и обращений военнослужащих, индивидуальных и коллективных, касательно происходящих в тех или иных частях нашей действующей армии, безобразий. Довольно банальным путем, ведь искоренение безобразия это не только тяжкий труд, но и хождение по тонкому льду неиллюзорных рисков потревожить корпоративные интересы. Несказанно проще открыть охоту на обладателей гаджетов. Плюс к этому, кучное загребание нарушителей данного пункта открывает опцию для ситуативного пополнения штурмовых рот. Полагаю, что для всех, кто в курсе определенных путей наполнения штурмовых рот очень переменным личным составом, вполне очевидно, что отсутствие прописанного данного маневра прямым текстом никоим образом не отменяет возможности его реализации на практике. И тут возникает конспирологический, но это не точно, вопрос, почему именно сейчас? Решено предположить, что сейчас, ввиду весьма неблагостного положения дел в армии противника, включая существенное снижение качества личного состава с тенденцией на дальнейшую деградацию, есть надежда на то, чтобы в обозримом будущем добиться перелома без каких-нибудь очередных непростых решений, в том числе новой массовой мобилизации, способной откровенно неслабо поколебать нашу сказочную стабильность. Между тем, крайне инерционная армейская машина до сих пор ориентирована не на улучшение качества боевой работы и боевой подготовки, но на пресловутое мясорубочное перемалывание в рамках ущербной стратегии нанесения тысячи порезов, влекущей за собой в ее текущем исполнении тяжелые избыточные потери пехотных частей. При этом фактически закрепощенный личный состав действующей армии работает на неуклонно прогрессирующий физический и моральный износ, а приток добровольцев на обессроченный контракт с мутными перспективами имеет явственную тенденцию к сокращению. Но призрак осыпания противника маячит на горизонте и манит изумительных полководцев. Надо давить. Они и давят. Если вдруг сыпаться первой начнет именно украинская армия, то, как там говорил Вовка в 39-м царстве, и так сойдет. Ведь победителей по логике не судят. Вот только есть ли у нас гарантии, что с консервацией текущего положения дел в нашей действующей армии первыми посыпется ВСУ? Задается вопросом Z-блогера. Другой Z-блогер, волонтер Алексей Живов, предположил, что депутаты и вовсе хотят подставить Белоусова и спасти свои задницы, а именно перекрыть поток неофициальной информации с фронта. В чем замысел законопроекта по запрету гаджетов, который двигает депутат Картополов и Комитет по обороне? Задается он вопросом в своем посте. Анастасия Кашеварова и филолог считают, что дело в избытке негативной информации, которая льется с фронта на родственников-блогеров и поднимается выше в аппарат министра обороны. Новый министр очень внимательно следит за тем, как работает военный аппарат министерства. Начинают возникать вопросы по боевой работе, расходу людей, лечению, выплатам заработной платы и т.д. Вероятно, законотворцы считают, что остановить второй контринформирование позволит запрет на личные телефоны и легализация наказания за их использование. Отсюда такая забота о безопасности военнослужащих, отмечает Жив. Затем он добавляет, что закон станет универсальным способом давить на подчиненных. Господин Картополов очень ясно дал понять в своем выступлении, зачем нужна норма по аресту за пользование гаджетом. Пишет он, Кашеварова верно уловила суть, военнослужащие пользуются личным гаджетом, смартфоном для общения с близкими, для жалоб на плохое оснащение, неуставные отношения и другие эпизоды грубого попрания своих гражданских прав. Новая норма позволит по закону арестовать любого жалобщика и просителя. Вообще не важно, прав он или нет. Пожаловался, использовал гаджет, добро пожаловать в яму или штурмы. А там уже, если выживешь, передумай жаловаться навсегда. Принятие распространения этой нормы в армии даст недобросовестным командирам неограниченную власть над подчиненным. Два майора вдруг внезапно выяснили, что в Госдуме сидят не очень приятные люди. Госдума приняла поправку об ответственности до 10 суток ареста за ношение гаджетов военнослужащими в зоне СВО, пишут они. Вот так депутаты Госдумы поругались со здравым смыслом и херачат в законопроекты положения, которые или не будут исполняться, или полностью парализуют работу на фронте. Да, это утверждает уже устаревшие нормы, которые давно требуют отмены. Возможно, до самих депутатов вчерашние новости еще не дошли. Хотя на кадрах заседаний они регулярно пялятся в свои телефоны по очень важным вопросам. Некогда дорабатывать было, скоро на депутатские каникулы уходить надо. Закон еще не принят, не подписан Верховным, но Госдума показала себя во всей красе, подчеркивают два майора. Олег Царев считает, что осуществлен мощнейший удар по Белоусову. Принятый закон — серьезный удар по имиджу Белоусова, пишет он. Очевидно, что это не инициатива самих депутатов, а желание Министерства обороны. Лишили армию связи, ничего не предоставив взамен. Нет сомнения, что основная причина запрета в том, что через смартфоны бойцы и командиров зачастую утекала неприглядная правда, вызывающая раздражение военного руководства. Зеддепутат Делягин решил сузить круг виновников со всех депутатов до Единой России. Позвонили из действующей армии. На передовой ждут, что первым же следствием закона о забрете гаджетов в войсках будет лишение раненых, у которых найдут гаджет всех или большинства выплат по ранению. Зачем враг, когда есть такая единая Россия, задается вопросом Делягин. Мобилизованный ведущий канал убежище номер 8 подробно расписал, в чем видит вред закона лично для себя. Итак, пишет он, упыри свое дело сделали. Как я и говорил, это усилит запугивание военнослужащих в зоне. Начнем с того, что теперь всем надзорным органам начнут спускать план по арестованным за гаджеты. Хочешь или не хочешь, а придется кого-то сажать. Это особенно мило, учитывая то, как проклинают наши власть продержащие 37-й год за планы по арестам и сами открывают пространство для этих самых планов на арест. При этом все отдается на откуп командиров и начальников, бессистемно, максимально хаотично и поебнутому. Где здравомыслящий комендант или главный шериф ВП, там сажать будут понарошку, где долбоеб перевыполнять план. Второе. Поле для коррупционной составляющей. Отдельные сотрудники ВП, это военная полиция, нечистая на руку, получат возможность тайком от своего же командования отбирать телефоны у тех же возвращающихся отпускников и требовать за них все, деньги, покупки в свою пользу, услуги, иначе арест. Третье. Отдельные мясники-командиры получат власть над подчиненными любого неугодного на 10 суток под арест. Картополов разрешил. Это минимум, а за эти 10 дней отдельные личности могут и перевод в шторм организовать на один штурм. Думаете, я наговариваю? Нет. Приведенные мной примеры построены на реальных, достоверных случаях перегибов, которые уже произошли и за которые виновные в этих самых перегибах понесли наказание. Просто теперь открывается новое поле для не в ту сторону воюющих для воплощения своих задумок в целях личного обогащения или челобитного служения с продвижением по службе. Картополов разрешил. Переплюнул он Нургалиев. Разрешил в 10 раз. Анастасия Кашеварова обращается к депутату, а также телеведущему Евгению Скобееву. Он написал, что будет лично следить, чтобы никто не отбирал телефоны просто так, но Кашеварова намекает ему, что он вряд ли вообще прочитал закон, который был принят. Депутат Госдумы телеведущий Евгений Попов пишет она после того, как Дума большинством голосов приняла идиотский закон о запрете гаджетов на фронте, говорит, что будет разбираться с каждым случаем, когда изымаются гаджеты для выполнения боевой работы. Евгений, в базе Госдумы есть текст этого законопроекта, и там прописано, что за распространение информации о принадлежности человека к ВСРФ, за информацию о его месте дислокации, за любую информацию вам, как представителю СМИ, арест до 10 суток. За то, что военнослужащий вам сообщил об этом, его отправят в яму или подвал. В этом и смысл закона. Как они вам сообщат, если Госдума все запретила, задается Акашеварова почти правильным вопросом. Некоторые нюансы в случае исполнения закона описывает Z-канал окопная грязь. Поскольку разные блестящие шары для боулинга уже побежали оправдывать ебанутый закон о 10 сутках ареста за телефон для военных в зоне спецоперации, от себя бы хотелось напомнить таким пожилым проституткам, что лишить бойцов связи с родными, это значит не только поставить под вопрос моральное состояние армии, которая воюет третий год к ряду, и многие солдаты, которые, включая меня, видят родных раз в год две недели, это еще означает поставить большой жирный крест на обеспечение армии. Солдаты постоянно нуждаются в экипировке и различных технических средствах, которые им приходится искать всеми правдами и неправдами, покупать за свои деньги или выпрашивать у кого-нибудь, потому что на третий год масштабной войны их никто этим обеспечивать не собирается. Именно отсутствие устойчивой связи с родными и близкими, через которых все это делается, приведет к тому, что солдаты не смогут оперативно закрывать свои нужды и нужды своего подразделения даже за свои деньги. Ёбаный сюр, блять, а нам можно просто не мешать воевать, а, картофолов? Можно мы тут как-нибудь понакатанно и повоюем, без вашего желания сделать нам лучше? Задается вопросом о крупной агрессии. Между строк обвиняет депутатов в предательстве зет-общественник Андрей Медведев. Он в своем телеграм-канале пишет следующее. Ну что, приняли поправку, значит так тому и быть. Надеюсь, что все взрослые люди и хорошо осознают свою ответственность за последствия принятых решений. Они обязательно будут, уже просто в силу того, что формулировки в документе слишком расплывчатые. Использовать их можно как угодно. Карты, чаты в телеграме, видео результатов работы есть почти у каждого бойца в личном смартфоне. Обмен координатами идет также через смартфоны или планшеты. Отныне же у бойцов все это можно изымать. Пожаловаться на изъятие они уже и не смогут, потому что и про это написано в поправках. То есть ситуация, когда подразделение может оказаться без современных средств ведения войны, потому что так решило начальство, ЗГТ, ДВКР, вполне реально. Последствия всем очевидны. Расписывать их не стану. Два года армия воевала с гаджетами, наступала с гаджетами, теперь оказалось, что это неправильно. Но повторю, все взрослые люди, все понимали, надеюсь, что это за поправки. Лишь замечу, что тем временем ВСУ активно насыщают подразделения дронами, которые делают и привозят совершенно гражданские волонтеры. Горизонтальные связи, обмен данными, написанные специально для фронта программы и приложения. Для гаджетов, черт возьми, чтобы воевать было удобнее, пишет Андрей Медведев. Ищет диверсию в действиях Госдумы и Z-канал Daily War Z. Вместо запрета WhatsApp или Viber, но это как минимум, если уж хотят что-то запрещать, Госдума таки приняла поправку о запрете гаджетов на СВО. Депутат Картополов, конечно, пояснил, что это будет касаться исключительно средств, которые не используются в боевой работе. Только в тексте про это нет ни слова. Да и прочие формулировки, как обычно, великолепны. Ты попробуй, потом докажи, что ты не верблюд. Впрочем, понятно, для чего на местах отрубается эта связь. Меньше критики снизу, меньше головной боли наверху. В это время противник максимально упрощает свою связь и взаимодействие за счет современных технологий. Про наращивание применения дронов вообще молчу. А потом депутаты страшно обижаются на счеты комментарий про Госдуру. Отрыв от реальной жизни просто феноменальный. А главное, как подсказывают товарищи, никакой ответственности за всю эту хрень. Когда она вместо увеличения уровня безопасности обернется ростом потерь. Ну какой спрос депутата? Короче, абсолютно неуместные вредительские поправки. Если вовсе не диверсия. Из этого издания Риа Катюша пишут, что недовольны законом не только зетблогеры, но и военные. Причем массово. Понимаете, пишут они, вчера только в Катюшу пришло около полусотни сообщений с фронта. С комментариями, они там совсем? Это только нам, пишут они, а военкорам сотнями и тысячами. Депутаты об этом знали. Они читали сообщения коллегам, пересылали комментарии из тех, что культурней, но все равно показали, что они тут боги, а вы в окопах никто и звать никак. Таким образом, весь консенсус между обществом, фронтом, патриотами и властью пошел коту под хвост, даже с учетом того, что там наконец-то приняли решение о передаче конфискованных ружей армии через полгода после его внесения. Депутаты показали, что им плевать на армию, им плевать на тех, кто ушел защищать родину, и их в том числе. Армия к сведению приняла, не сомневайтесь, и да, когда в следующий раз надо будет кого-то просить спасать родину, обращайтесь в Госдуму, раз там знают, как лучше, то пусть и защищают. Предательством называет случившееся Петр Лунстрим. «Единая Россия, у тебя все в порядке?» задается он вопросом. Или это смена генсекретаря так повлияла? Алло, люди! Кому-то захотелось раскачать фронт и тыл? Я бы инициатором влепил разжигание внутринациональной розни. Абсолютно не обучаемые, оторванные от жизни люди. Еще и партийной дисциплиной прикрываются. С ума сойти! Уважаемый Вячеслав Викторович, обращается он к Володину, проведите в своем телеграм-канале опрос, как вы это делали в случае с ковидом и в случае других резонансных законопроектов. Надеемся на уважаемую Валентину Ивановну и Верхнюю Палату Парламента, говорит он про Софет. Ну и, конечно, верю, что президент закон в таком виде не подпишет. Пишет он в своем телеграм-канале. Наблюдать за всем этим зет-стоном, конечно, уморительно. Более того, это во многом раскрывает проблемы, которые есть в российской армии. Как вы видите, без волонтерских поставок, без заказов российская армия просто не сможет функционировать. И эта российская армия, я напоминаю, напала на территорию Украины. Эта российская армия зашла на территорию Украины и пытается ее оккупировать. Украинской армии тоже не все хорошо с обеспечением. Я бы даже сказал плохо. Но Украине нет выбора. Она защищает свою страну. Она защищает своих родных и близких от российских солдат, которые сжигали целые населенные пункты, которые убивали ни в чем не повинных людей и которые бомбами уничтожают населенный пункт за населенным пунктом. Именно поэтому так важно помогать ВСУ. Они этой войны не хотели и ничего не делали для того, чтобы она случилась. Однако, они вынуждены каждый день рисковать своей жизнью. И поэтому давайте им помогать. Это очередной сбор на ВСУ. Здесь QR-код, который вы видите. Это сбор на автомобиль Volkswagen T5 для пограничников на волчанском направлении. Сбор уже почти, ну как, почти полностью. 67 там процентов, по-моему, считаю, как, опять же, это наш сбор с 24-м каналом. И этот сбор, один из его плюсов, это то, что можно легко на него донатить из Европы или еще откуда-нибудь. Потому что с Монобанкой, как вы помните, бывают проблемы. Поэтому, если вы никак не могли задонатить на других сборах, вы мне просто часто пишите, иногда десятками, иногда сотнями, что вы хотите задонатить, но у вас не получилось. Вот, пожалуйста, ваш выход. Сбор я оставлю в описании. Ссылку на него QR-код перед вами. Давайте поможем Украине защищаться. Волчанское направление сейчас тоже довольно горячее. Это Харьковская область. Россия в Харьковскую область кинула усиление в виде нескольких резервов. И там сейчас тоже очень тяжелые бои. Ну и традиционно только напомню, что если вы из России, то донатить не надо, потому что за это сажают. Вы нам, не знаю, нужны живыми, здоровыми и так далее. Зачем вам, нормальным людям, садиться в тюрьму? Но продолжим с зетнытьем по поводу этих законов. Там масло в огонь подлил еще один депутат, а именно генерал Соболев, который заявил следующее. Без железно-воинской дисциплины не может быть никакой победы. А вот еще Владимир Ильич Ленин говорил, кто из всех сил не поддерживает дисциплины и порядков Красной Армии, тот предатель и изменник. И того нужно истреблять беспощадно. Жестко, но война шла. И сейчас идет война. Я скажу, что кроме этого закона нужно идти дальше. Создавать и штрафные роды, как это было в Великой Отечественной войне, и штрафные батальоны. Ну, то есть, он хочет легализовать штрафбаты, которые по факту уже существуют. Это штурмовые отряды. Это штормы как раз. Шторма, как правильно, не знаю. Штормы. В которых отправляют провинившихся людей или тех, кто неприятен, потому что там человек умирает очень и очень быстро. На его реплику отреагировал этот канал неофициальный Бессонов. И он пошел дальше коллег и заявил, что из-за этого закона Россия в принципе может проиграть войну. Вы приняли закон, пишет он, который не будет работать. Или наша страна проиграет войну. Вы не понимаете этого? По вашему закону теперь солдаты даже спасибо волонтерам сказать не смогут. Или попросить о помощи. А сколько злоупотреблений будет со стороны некоторых командиров? А как боец будет доказывать, что его личном смартфоне также используется для связи с боевыми товарищами через мессенджер Телеграм, ибо другой условно закрытой связи на передовой нет. Но этим же гаджетом он общается с женой или матерью. Командиру каждый день нужно будет рыться в телефонах подчиненных? Но это не все. Депутат не останавливается. Нужно пойти дальше и вновь создать штрафбаты? Он утратил связь с реальностью. На Ленина ссылается. При Ленине была власть народа и не было мажоров. И строго спрашивали за нецелевое расходование бюджетных средств. Предполагает неофициальный Бессонов, но оставим его заблуждение на нем. Дальше он приводит слова российского солдата, написавшего ему «Реакция российского офицера», пишет неофициальный Бессонов в своем телеграм-канале, кадрового, который на фронте с первого дня СВО на принятый закон по гаджетам и аргументации депутатов, дословно. «Война идет третий год, тяжелейшая война, народу понапиздошило немерено, а до сих пор есть какой-то там орган обороны в Думе, который кроме как генерировать бред и мешать войне замечен не был». «Где накативший пару рюмок отставной дженераль рассуждает за ленин и штрафные роты, и это в 21 веке. Украинцы скоро роботов начнут получать и раи ударных дронов нам на голову отправлять, а мы до сих пор живем в прошлом веке и пишем законы под диктовку маразма», пишет военный неофициально Бессонов. «Два майора пошли дальше и решили покопаться в биографии генерала Соболева, найдя там некоторые, как им кажется, несостыковки». «Скандальные абсурдные заявления генерала Соболева, обратиться к его биографии. Она вызвала не меньше вопросов, чем его высказывания». В 2002 году Соболев был заместителем командующего объединенной группировки войск в Чеченской Республике. Командованию ОГВ была подчинена 58-я общевойсковая армия, которой на тот момент уже несколько лет командовал генерал Валерий Герасимов. В 2003 году Соболев идет на понижение в должности и становится командующим 58-й ОА, а Герасимов уходит начальником штаба Дальневосточного военного округа. В 2004 году на офицеров финансовой службы 19-й мотоцелковой дивизии 58-й ОА возбуждается уголовное дело, а еще через год уголовное дело возбуждается на офицеров службы тыла того же подразделения ОБА за причинение ущерба на общую сумму 41 миллион рублей. Еще до окончания следствия Соболев в 2006 году переходит на должность главного военного советника в Индии, а в 2010-м спустя два года после окончания следствия увольняется с военной службы. Прощальная командировка генерала выглядит как попытка спрятать его от нехороших последствий. И офицеры, знакомые с ситуацией в 58-й ОА того времени, а эту догадку только подтвердили. О коррупционных махинациях там было известно всем. Начались они еще при Герасимове, который, перед своим переходом на другую должность в штаб Дальневосточного округа, пригласил на свое место знакомого по Чечне генерала Соболева, предложив продолжить начатое им дело за половину с незаконного заработка. Соболев согласился, что объясняет понижение в должности и продолжил разворовывать армию. Однако, несколько эпизодов все-таки вскрылись и Герасимов, занимавший на тот момент уже высокую должность в Москве, начальника главного управления боевой подготовки в СРФ, пользуясь своими связями, отправил подельника от греха подальше пересидеть в Индии. После увольнения из рядов вооруженных сил Соболев продолжил контакты с Герасимовым и до сих пор плотно с ним сотрудничает только уже в качестве депутата Госдумы. В военной среде ходят слухи, что и в Госдуму генерал попал не просто так. И последние заявления депутата Соболева на самом деле исходят не от него самого, а из кабинета на Фрунзенской набережной. Вести военную цензуру, убрать военкоров с передовой, отобрать планшеты, подчинить ЧВК Вагнер Министерству обороны, запугать мобилизованных и далее по списку. Хочет не бывший генерал, этого хочет командующий объединенной группировкой войск сил, начальник генерального штаба ВСРФ Валерий Герасимов. А старый подельник просто помогает ему протащить эти тезисы в публичную плоскость. Это включает два майора. Видите, как внезапно на Затканале оказывается, что и власть херовая, и депутаты не очень, и коррупция везде. Кто же об этом говорил-то постоянно? Дайте вспомнить. Нет, не приходит ничего в голову. ДШРГ русичками рекомендуют депутату Соболеву отправить на фронт детей и им уже указывать, с чем ходить. Если они хотят создавать штрафные роты и штрафные батальоны, пишет ДШРГ русич, то пусть сначала своих детишек в армию отправят и на фронт, а потом выпендриваются, сидят, кайфуют, дети у них в Америке живут, едят в ресторанах, а бойцы, которые не могут уволиться, должны еще при этом бежать в штрафные роты по прихоте командования. По скриптам. Да-да, пишем в тех самых запрещенных вчера гаджетов, которые у нас, типа, должны были изъять и за которые мы должны были получить 10 суток. Так как ДШРГ русич открытые нацисты, неонацисты, они всегда тупые, исключений не бывает, они не в курсе, что закон еще должен пройти Совет Федерации и быть подписан узурпатором Путина. Однако они, скорее всего, правы в том, что заставить их будет явно сложно. Записки ветерана иллюстрируют, как конкретно, по их мнению, будет работать закон. У данной законодательной инициативы, пишут они в своем Зет-канале, есть конкретные цели. Сейчас объясню, какие. Да, запрет на смартфоны в армии существует давно в виде запрета использования смартфонов в служебное время на территории воинской части или при исполнении служебных обязанностей. Естественно, он практически не исполнялся, а если быть точным, то не исполнялся совсем. До войны все роты, завода, до чего уж там, даже отделения имели свои закрытые чаты в WhatsApp. Да-да, в WhatsApp. Весь документ оборот штабов был там же, что давал данный запрет, ничего, кроме возможности набутылить какого-нибудь залетчика службы за ГТ, которые рубили таким образом палки, составляя протоколы и лишая залетчиков премий для отчета о том, что они занимаются охренеть каким важным делом. На самом деле нет. ИБД, имитация бурной деятельности в довоенные годы процветала в армии России пышным цветом. Самое смешное было, когда ты идешь старшим на рабочку и старший начальник, который утром на разводе тебе втирал о запрете пользования смартфоном, требует в конце рабочего дня предоставить фотоотчет о проделанной работе и отправить ему фото на WhatsApp, который он потом пересылал в чат WhatsApp со своим начальником. Что касаемо запрета смартфона в зоне СВО. Данная инициатива введена только ради одного, чтобы дать возможность официально набутыливать любого, кого захочет начальник. Естественно, тотального запрета не будет. Будет избирательный террор неугодных, сильно умных, недовольных и прочих, кто не понравится начальнику. Только зная это и только поэтому эта инициатива вызывает негативную реакцию околовоенного блогерского сообщества. Все прекрасно знают, что у жополизов, приближенных к очку императора, карьеристов и прочих этот закон не коснется. Коснется он в первую очередь тех, кто снимает видео, где рассказывает о проблемах подразделения. О допусте старшего командира, который сам на штурм не ходит, но устраивает мясные штурмы, не жалея людей и не считаясь потерями. Коснется тех раненых, например, которых как скот загоняют в сарай коровники, обнесенные колючей проволокой, называя это лагерем для реабилитации раненых. Коснется тех, кто не может добиться положенных выплат и вынужден обращаться в прокуратуру, суды и другие инстанции. В целую, думаю, посыл понятен. Именно потому, что на земле люди понимают, как будет работать эта поправка, именно поэтому такие вопросы она вызывает. Вместо тупых запретов нужно создавать современную систему связи. Вместо запрета гаджетов нужно их раздать каждому солдату, научить им грамотно пользоваться и поставить под контроль таким образом каждую боевую единицу. А еще нужно научиться вникать в нужды своих подчиненных. Это прописано в уставе внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации. Тогда и запреты не будут нужны, пишут записки ветерана. На необходимость гаджетов указывают и солдаты, написавшие Зетканалу Зергулию. Вся система взаимодействия, все программы оффлайн-мапс, все программы прицеливания, даже баллистические калькуляторы снайперов все на гаджетах. Предлагают сдать орудия, сдать минометы, взять баллисты и катапульты и погнали. Страна нуждается в героях, пизда рожает Картополовых, заключает военный, написавший Зетканалу Зергулию. Ну и завершим сегодняшний выпуск, хотя он мог бы быть бесконечным, гигантским юридическим разбором этой нормы от Кашеваровой. Юридический разбор закона о запрете использования гаджетов и предоставлении информации о себе и своей работе военнослужащим, который в ускоренном порядке приняла Госдума. Помимо того, что Госдума запретила наспех принятым законом пользоваться военнослужащим гаджетами, если это не боевая работа, Госдума запретила военнослужащим защищать свои права, получать зарплату, переводить семье деньги, участвовать в проекте «Время героев», работать с волонтерами и многое другое. Это все следует из пункта 19 закона на фото вверху. Из-за формулировок закона солдаты окажутся полностью отрезанными от жизни и тыла. Госдума превратила их в бесправных рабов. Первое. Закон противоречит Конституции РФ. Автор закона господин Картополов уверяет, что это всего лишь отсылочная норма существующего закона номер 76, однако это не так. Госдума дала разрешение без суда и следствия сажать в яму любого, кто нарушил перечисленные запреты. В новом законе четко прописано, что за нарушение наказания от двух до десяти суток ареста, то есть яма, подвал, по решению командира. Однако в статье 22 пункт 2 Конституции РФ сказано, что за судебное решение лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Второе. В тексте закона Картополова указано, что его норма от десяти суток ареста без суда за дисциплинарное нарушение распространяется только на рядовой состав и только на мужчин. Это также противоречит Конституции статьи 19, которая гласит, что государство гарантирует равенство всех перед законом и судом, их прав и свобод вне зависимости от любых обстоятельств, в том числе должностного положения. Также по Конституции мужчины и женщины имеют равные права и обязанности. Фактически Картополов лишил прав всех мужчин от рядового до сержанта в зоне СВО. Третья государственная дума лишила солдат на фронте права на защиту своих прав. Пункт 19 закона гласит, что теперь распространение сведений, не содержащих гостайну, но определяющих принадлежность гражданина к ВСРФ, а также сведений о деятельности органов военного управления и так далее через интернет это 10 суток ареста командиром без суда и следствия. То есть, если боец сообщил жене в Телеграме по Wi-Fi о том, что его с ранением и на костылях отправляют на штурм, то командир обязан его посадить за это в яму. Также, если он заполнил обращение на сайте военной прокуратуры или отправил по электронной почте его тоже через госуслуги через электронную почту в любой орган власти карается арестом. Даже к президенту, ФЗО и само Минобороны. Данным законом Государственная Дума вновь попрала конституционные права солдат. Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Статья 48. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Четвертое. Помимо этого, Государственная Дума антиконституционными формулировками о запрете гаджетов и предоставлении Минобороны, пользование военной системой Алушта, участие военнослужащего в президентском проекте «Время героев», всех его коммуникаций касательно социально-правовой сферы жизни. А также это полный блок на общение с волонтерами. Если боец напишет, что в его подразделении не хватает эспиведронов и попросит помощи, то его могут арестовать. Закон невыполнен и антиконституционен. Помимо прочего, он приведет к стычкам между боевыми фронтовиками и тыловыми сотрудниками военной полиции и комендатуры. Также закон приведет к оттоку добровольцев на фронт. Людей на фронте не хватает и так. Собянин вон даже больше денег предлагает, так как люди не идут, а Дума работает против фронта, замечает Кашеварова. И вы знаете, вот парадокс. То, что в Z-каналах гораздо больше скепсиса по поводу российской армии, чем у многих противников российской армии. Серьезно, почитайте какие-нибудь западные аналитические статьи или там рассказы каких-нибудь российских интеллектуалов, либералов, якобы выступающих против войны. Они вам расскажут, что у российской армии все херенно, что Путин наступает, что проблем нет и вообще идем вперед. А Z-каналы вам рассказывают, что вот у нас калеки, которых посылают на штурмы, что людей не хватает, что обеспечение херовое, ничего нет, все надо самим за свои деньги. Поразит-то. Именно поэтому я люблю Z-каналы, именно поэтому я люблю уже больше даже российских официальных лиц, типа Набиулиной, когда мы говорим про экономику. Потому что такого вы не предпочитаете ни у одного критика нынешней российской системы, как вы прочитаете у этих упомянутых лиц. Именно поэтому мне кажется довольно важным знакомиться с тем, что пишут Z-каналы, так как они буквально раскрывают карты, особенно когда, по их мнению, происходит что-то действительно опасное. Впрочем, я думаю, скоро их заткнут, но вот мы увидели такой массовый взрыв Z-жоп на этой неделе. Наверное, увидим еще и, когда Совет Федерации примет и Путин подпишет. Честно говоря, у меня вообще 47 страниц за это нитья в этот раз. И то вошло далеко, а не все, даже в те 47 страниц, которые были в изначально моем файле. Спасибо большое помогающим мне волонтерам. За бортом остались такие сюжеты, как попытка Соловьевских отмазок принятый закон, как спор о том, были ли у чувака Вагнер гаджеты, детальное описание всех видов боевых задач, которых нужны гаджеты российским боюцам, ну и борьба с так называемыми военблогерами и срочнозборщиками. Возможно, что-то попадет в следующие выпуски, а что-то сгниет навечно. Но такого уровня зрады в Телеграме я не помню давно. И поражает больше всего то, что Украина во всем этом вообще никак не была задействована. Российские депутаты, генералы, солдаты, волонтеры, пропагандисты все прекрасно справились сами. Ну а вам большое спасибо, что посмотрели это видео. Помогите его распространить лайком, комментарием, подпиской, все это помогает. Дело так, чтобы больше людей его увидело, особенно сейчас, когда YouTube блокирует и уже ощущается это потихоньку. Ну в смысле его сейчас замедляют. Многие пишут, что действительно это большая проблема. Будем что-то с этим придумывать. Я решение свое предложу где-то через две недели. Оно у меня будет готово, техническое решение, которое я анонсировал. Но тем не менее ваша помощь и поддержка она в любом случае помогает распространять, а ваша финансовая поддержка поможет каналу существовать, что бы не случилось. И вы можете становиться патроном канала по ссылке в описании. И тогда можно будет производить контент и на другие площадки, поскольку вы все равно будете канал поддерживать и будут ресурсы для того, чтобы это делать. Ссылка на патреон в описании, на сбор тоже в описании. Не забывайте. Ну и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok